Очутись вместе с компанией Full Moon Entertainment в пугающем и романтическом мире подвидов. Подвиды 3. Жажда крови. Третий раз режиссер Тет Николау возвращается в Румынию, чтобы завершить трилогию подвидов. Во время съемок возникло множество проблем, и создание грима было одной из основных. Нам очень повезло, что мы работаем в одной команде с Суэном Тоддом и Норманом Кабрерой. Они очень талантливые ребята, и с ними очень приятно работать. Кроме того, они не только талантливые парни, но еще им легко удалось найти общий язык с актерами, что немаловажно, особенно если некоторым актерам приходится наносить грим в течение двух часов каждое утро. Эти гримеры такие негодяи. Их наняли только из политических соображений. Они такие грубые, когда снимают грим. В моем городе бы точно не взяли на работу. Всем привет, я Уэйн, ваш суперспециалист по спецэффектам, а это мой напарник Норман. Сейчас мы в Румынии работаем над спецэффектами для второй и трехи частей подвидов, и у нас припасено еще много всяких штучек, чтобы напугать вас. Чаще всего, несмотря на то, что процесс создания грима всегда протекает одинаково, результат всегда разный. Грим гротескного вампира Раду можно описать очень просто. Проще говоря, мы накладываем несколько слоев области лба, щек и подбородка. Поверх этого слоя накладывается грим. Этот грим практически такой же, как и в первой части, только цвет немного отличается. В первой части у Раду также были накладки на пальцах, но в этот раз мы решили использовать специальные перчатки, чтобы сэкономить время для грима. Я вот все думаю, как же я буду снимать эти перчатки. Кроме того, образ мамочки также необходимо было тщательно продумать. Ну как, красиво? Красиво? Ага. Красиво. Ты ужасно красива. Я люблю быть красивой. Образ для мамочки придумал и разработал Уэйн. Весь грим выполнен мастерски и выглядит просто гениально. Лицо и руки, полностью покрыты гримом, использование нескольких слоев, придают заманфицированный, дряхлый вид, чтобы больше походить на мертвеца. На создание грима в общей сложности уходит 3 часа. Поверх головы надевается накладка, которая полностью закрывает голову, шею и плечи. Надеюсь, что в следующей жизни у меня будут волосы. Осталось приклеить грим на лицо, и в течение следующих нескольких часов она не сможет ничего видеть. Ощущение дискомфорта помогает мне лучше понять, какой должна быть мамочка. Однажды все мое лицо и долова были покрыты гримом. Была лишь маленькая щелка на левом глазу, но все равно я практически ничего не видела. Руки вверх, бабуля! Мотор! Не все актеры подверглись испытанию гримом, но перед некоторыми из них стояли свои, не менее серьезные задачи. Я хотел, чтобы персонаж Боба, такого военного парня из ЦРУ, был немного комичным и в то же время достаточно серьезным. И на эту роль прекрасно подошел Майкл де ла Фемена. Лишь одно задание Майклу не обязательно было выполнять. Дело в том, что в замок можно было попасть только в том случае, если удастся перелезть через стену, но Майкл не альпинист, поэтому нам пришлось нанимать профессионала. Вот тот мужчина в шортах альпинист. Однако это обстоятельство ничуть не смутило Майкла. Когда я карабкался по стене, было очень страшно, но я много тренировался в течение 8 месяцев, как настоящий альпинист. Думаю, мне удалось бы покорить все более высокий объект. Мне нравится сам процесс. Твоя очередь, дружище. У тебя не получится. Я знаю. И поэтому я иду с ним. Несмотря на жесткий график, актеры все же нашли новых интересных друзей. Знаете, Ян учит меня новым румынским словам. Теперь я все знаю. Я даже знаю, как на румынском заставить мою маму заплакать. Или заставить ее покраснеть. Я так привязалась к местным животным. В свой день рождения даже корову доила. Мне так понравилось, как будто я всю жизнь доила коров. Представьте себе, как Денис доит корову. Я так счастлива. Создать такую теплую атмосферу на съемочной площадке под силу только режиссеру, обладающему уникальными качествами. Во-первых, у него должен быть хороший гардероб. Как мне нравятся эти штаны. Я заберу их домой. Вообще-то это его штаны, но теперь они мои. Во-вторых, он должен уметь контролировать погоду. Режиссер Тетника Лауна двигаются тучи. В-третьих, у него должны быть красивые волосы. В-третьих, у него должны быть красивые волосы. В-третьих, он знает, когда нужно остановиться. Ты снял крупным планом? Ну все, хватит, хватит. В-третьих, у него тоже есть права. Две рации, пули, веревка. Я ем крекер. И в конце концов, он знает, как нужно правильно питаться. Прекрасно. Что за режиссер? Как любят говорить на Full Moon, вы можете впить со зубами в создателей этого фильма. Пока-па.